Для Беларуси в целом и Бреста в частности, Международный день финансов детей и молодежи и неделя финансовой грамотности – третий по счету. Итоги прошлого года, а именно результаты Республиканской Олимпиады, еще раз показали. Юные берестейцы знают счет деньга. Такому успеху предшествовала долгая и кропотливая работа – реализация проекта «Мобильные школы финансовой грамотности», создание на базе 18-й Брестской школы единственного в стране клуба финансовой грамотности, проведение факультативов. Все это стало хорошим фундаментом для развития экономической подкованности подрастающего поколения. Следующий кирпичик в этом деле – план действий по повышению финансовой грамотности, подписанный между Нацбанком и Министерством образования. Проведение обучающего семинара для педагогов, который прошел сегодня – один из пунктов этого проекта. Сегодня эти преподаватели получат какую-то базу знаний. Мы сделали очень много раздаточного материала, который они везут с собой. Это наши презентации, которые они смогут использовать для дальнейшего обучения уже у себя в районах. Потому что здесь преподаватели и работники отделов образования со всех районных центров нашей области. И они смогут это использовать для подготовки уже преподавателей непосредственно у себя в школах, в районах. Конечно, знаний недостаточно. Вот здесь нам на помощь и приходят работники банков, которые приходят к детям, которые рассказывают действительно очень интересным и доступным языком для детей. Бывают какие-то вещи сложные, тогда учитель, ведь он знает и особенности возраста ребенка, и как в том или ином возрасте правильно, грамотно преподнести информацию, чтобы ребенок понял. И тогда уточняющие какие-то вещи делает учителя. Сегодня на семинаре присутствовали педагоги, у которых уже есть опыт введения факультативных занятий по финансовой грамотности. В основном это учителя истории и общества ведения. В их числе и Елена Лобачевская, директор третьей средней школы Пинска. Кстати, это учебное заведение на протяжении двух лет было инновационной площадкой Министерства образования страны по повышению финансовой грамотности. Сегодня педагог с уверенностью заявляет, результат есть. Наши дети имеют пластиковые карточки банковские, они пользователи банковских услуг, пользователи продуктов. Участвовали наши дети не только в Олимпиаде по финансовой грамотности, которая в прошлом году впервые проводилась в стране, и Брестская область в данном случае была, опять-таки, первой, которая была флагманом в данном вопросе. Мы первые организовали Олимпиаду. Но интересной формой были, например, турниры по финансовой грамотности, финансовые бои, викторины. Работа в нестандартной форме в силу ее эффективности будет продолжена с учащимися и в этом году. Уже в апреле будет проведено мероприятие по повышению уровня знаний в банковской сфере под названием «Финансовая ориентированность», опять же в игровой форме. Во время игры в школьники будет, допустим, четыре команды, и они во время игры будут решать какие-то вопросы непосредственно в банках, которые касаются финансовых вопросов, и будут еще по ходу движения отгадывать какие-то такие загадки на знания города. Когда мы сказали о том, что будем проводить финансовое ориентирование, вообще на нас там рассмотрели, как можно спортивное ориентирование, соединить с финансовой грамотностью, да еще и с краеведением. Но тем не менее мы ищем просто интересные для детей формы работы с ними, потому что просто сидеть за партой и слушать даже интересную информацию, которую дают детям, это не всегда интересно. Дети учатся и ориентироваться и в интернете, учатся использовать различные сайты и банков для того, чтобы действительно быть финансово грамотным. Сегодня перед специалистами Нацбанка и Министерства образования стоит задача систематизировать проделанную работу и определить дальнейшие пути повышения знаний о денежных операциях и банковской кухне в целом.